Привет всем! Вы смотрите канал Notic.ru И сегодня мы посмотрим на ультрабук трансформер от Dell Это Dell Inspiron 7000 серии, а конкретно моделька 7347-1420 Это недорогой ультрабук, ну по современным меркам сложно уже обо всем этом судить Но в районе 500-600 долларов стоит эта моделька Вся она из пластика, логотип Dell, серого цвета у нас здесь все 13,3 дюйма дисплей у нас, разумеется здесь multi-touch дисплей Но у дисплея разрешение 1366 на 768 То есть разрешение здесь очень низкое, по современным меркам Как-то вот разрешение можно было бы побольше Но зато здесь IPS дисплей За производительность отвечает низковольтный процессор Intel Core i3 с частотой 1.7 4 гигабайта оперативной памяти, ее можно расширять 500 гигабайт жесткий диск В общем-то ничего совершенно особенного И сейчас за такие деньги кажется странным, что вот такой вот ультрабук Но сейчас такие времена, поэтому вот все оно так, как оно так Пластиковый корпус, как я уже говорил, в общем-то достаточно легкий И самое интересное, разворачивается все это дело по принципу Lenovo Yoga У нас вид планшета, вот так вот При этом, разумеется, клавиатура у нас автоматически выключается И она располагается на дне Тут есть нюансы На дне почему-то вот здесь не предусмотрено никаких ножек, никаких полозек, ничего То есть здесь просто рабочая область к обычному ноутбуку И когда он будет на столе стоять, мне кажется, что он будет все-таки как-то пачкаться Или, не знаю, царапаться То есть лучше было бы сделать какие-то прорезиненные ножки Можно установить его в режим консоли, вот так Но при этом, как можно видеть, крышка все-таки подрагивается Это может немножко раздражать То есть она не намертво сидит, нужно легонько нажимать, чтобы не было вот этого вот эффекта Здесь внизу находятся суперклавиши Windows, которые ведет в старт панель Здесь все тоже из пластика, кнопочка маленькая Ну и еще можно разложить, у нас все это дело в такой режим тента Здесь уже все будет стоять достаточно жестко И пользоваться отсюда тачскрином, мышкой или еще чем-нибудь Минусом, на мой взгляд, является то, что вот эта полоска черная, она пластиковая То есть экран не целиком закрыт Gorilla Glass А вот здесь вот пластиковая такая рамка, которая немножко прогибается, как можно видеть То есть вот все вот это, оно внушает какие-то опасения Оно, наверное, не отвалится, Dell обещает, что там 20 тысяч открытий И все это будет работать и дальше на ура Но все это выглядит как-то вот таким пластиковым не очень надежным И отсутствие ножек вокруг клавиатуры тоже немножко странно Одной рукой все это дело открыть вполне реально, но нужно потрясти То есть, ну, как бы жестко с механизма можно оценить То есть в целом все это открывается Если перевернуть и закрыть в режим планшета, то держать опять-таки нужно с обеих сторон Потому что иначе нижняя часть у нас вот отваливается Ну, либо вот так тоже, то есть она явно отъезжает То есть механизм недостаточно жесткий Мне хотелось бы, чтобы он был немножко пожестче Но зато можно одной рукой все это делать Теперь интересная вещь Здесь вот находится гнездо для специального пассивного стилуса У него в комплекте есть стилус, я отдельно его подробнее покажу Ну, а пока мы посмотрим на порты и коммуникации Здесь целых три порта USB Два из них 3.0, один порт USB 2.0 Ну, а остальное все стандартно Динамики по бокам Кнопка включения и качельки громкости также по бокам Толщина составляет 19,4 мм То есть я бы не сказал, что он сильно тонкий Он достаточно толстенький И вес, что касается веса, то вес составляет 1688 грамм То есть 1,7 килограмма, можно сказать То есть такой средний вес Теперь стилус Стилус у нас пассивный То есть к нему не нужны никакие батарейки У него нет никаких кнопок У него есть только вот само перо, которое по форме Night Market То есть немного скошенное с одной стороны Разумеется, можно использовать его для управления Windows Немного держим, получается правая кнопка мыши Просто кликаем, получается левая кнопка мыши Для рисования также его можно использовать Но, что странно, Dell не предусмотрел никаких программ для рисования Кроме стандартного пейнта Ну вот, можно здесь порисовать На силу нажатия он не реагирует То есть стилус такой весьма обычный, пассивный Ничего суперского в нем нет Ну, есть в комплекте, приятно, тоже приятный бонус Удивительно повторюсь, что Dell не поставил никакую программку для нормального рисования Просто вообще ничего, кроме пейнта, здесь нет Теперь производительность Низковольтный Core i3 без турбо-буста и 4 гигабайта оперативной памяти Производительность здесь такая офисная Про игры вообще забудьте Даже World of Tanks здесь будет тормозить То есть это именно Word, Excel, какие-то презентации То есть просто офисная машинка Экраны и углы обзора 13,3 дюйма, зеркальный сенсорный дисплей IPS-матрица с разрешением 1366 на 768 У дисплея, на мой взгляд, есть два небольших недостатка Это то, что у него очень низкое по нынешним меркам разрешение И, на мой взгляд, у него все-таки недостаточная яркость Мне он показался тускловатый В остальном же углы обзора, как можно видеть, вполне хорошие Даже вертикаль, она выцветает через достаточно продолжительное время Вот даже сейчас что-то видно То есть в черную картинку все это не сваливается И дисплей, в общем-то, нормальный То есть я бы оценил как на 3 с плюсом, на 4-ку Для ультрабука планшета, где обычно матрица хорошая Звуковая система весьма посредственная Два небольших динамика, ну, как у подобных вещей Звезд с неба не хватает Теперь рабочая область и клавиатура Как я уже говорил, здесь все из пластика Такого полу-софт-тач вариант Никаких ножек здесь не предусмотрено И сама клавиатурка без цифрового блока Островного типа, хорошо закреплена Клавиш достаточно маленький Вся клавиатура сама утоплена в небольшое углубление То есть клавиши не торчат по сравнению с уровнем остальной поверхности Клавиатура оснащается светодиодной подсветкой Включается она вот этой вот кнопкой Ну и, собственно, вся область горит Она не регулируется, она автоматическая По умолчанию работают мультимедийные клавиши Через Fn мы можем пользоваться F1, F2 и F3 Над клавиатурой, вот внизу дисплея Находятся суперклавиши Windows пластиковые Видите, кстати, как рамка прогибается? Вот я про это и говорил На капслоке есть специальная лампочка Которая показывает, что капслок включен А с правой стороны, вот здесь вот у нас Находятся кнопки включения И качельки громкости И, на мой взгляд, это не самое удачное расположение Потому что иногда можно случайно задеть Но, опять-таки, привыкнуть можно Тачпад большой, стандартный Нажимается в любом месте, поддерживает мультитач Температура рабочей области в стресс-тесте Как можно видеть, достаточно прохладная Область под запястье вообще прохладная В центре там 37 градусов, это не критично Теперь дно Дно у нас полностью пластиковое, также софт-тачевое Система охлаждения выдувается сюда Здесь вот у нас ножки уже есть резиновые Вот почему мы вокруг клавиатуры такие же не сделать Для удобства Откручиваем винты по периметру И снимаем вот эту пластиковую крышку И смотрим, что у нас внутри интересного есть Ну, во-первых, у нас здесь есть батарея 43 ватт часа или 3800 мАч Примерно 12 часов тест-чтения у нас получился И я могу сказать, что часов 7-8 в фильме он крутить будет То есть, на самом деле, автономная работа Вот это большой плюс У этого ноутбука, он действительно долго работает Дальше оперативная память Здесь всего один слот В нашем случае установлена планка на 4 гигабайта И, соответственно, максимальный объем составляет 8 гигабайт оперативной памяти Ну, для низковольтного Core i3, я думаю, 8 гигабайт с лихвой хватит Дальше у нас жесткий диск Вот здесь вот слева находится 2,5-дюймовый отсек В нем находится жесткий диск на 500 гигабайт Со скоростью 5400 оборотов в минуту Бывают варианты с SSD, но они дороже Система охлаждения Один вентилятор, он не очень шумный То есть, простой, практически его не слышно Но под нагрузкой, естественно, он начинает шуршать Температурки вообще шикарные То есть, на пике там 67-70 градусов Повторюсь, у нас жесткий стресс-тест То есть, перегреваться он не будет Итак, что я в итоге скажу про Dell Inspiron 7000 То есть, 73-47 в нашем случае Во-первых, производительность Ну, низковольтный Core i3 без турбобуста 4 гигабайта оперативной памяти и жесткий диск На самом деле, это вот то, что раньше При нормальном курсе рубля стоило бы 1020, сейчас это стоит дороже Дисплей, да, IPS-дисплей Хорошие углы обзора, но низкое разрешение То есть, для кого это не будет помехой Ну, имейте в виду Вот эти пластиковые все поверхности Вообще, он весь такой пластиковый И не создает впечатление дорогого премиального продукта Ну, собственно, он так и не позиционируется То есть, такой дешевый ультрабук-трансформер На каждый день для работы, для офиса Для студента, для каких-то презентаций Есть различные варианты раскладки То есть, можно тентом поставить Можно консоль поставить Можно как планшет использовать Опять-таки, стилус в комплекте есть для удобства Чтобы записывать что-то или рисовать Активная система охлаждения, но весьма качественная Она не шумная и ноутбук не перегревается Ну, нечем там перегреваться Странно, что, как я уже говорил Нету прорезиненных ножек вокруг клавиатуры Чтобы в режиме планшета на стол его класть Ну, а самый большой минус, но это со всей электроникой сейчас Это цена Как я уже говорил, он стоит в районе 600 долларов То есть, он недорогой Ну, а в рублях у нас он стоит 37 тысяч рублей Спасибо всем за внимание До новых встреч Пока Субтитры подогнал «Симон»